Семьи Назарбаева. Миллиардеры родили миллиардеров. Как устроен клан первого президента Казахстана? Семью непонятно куда пропавшего первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ожидают трудные времена, даже если оставить за скобками возможные проблемы с его здоровьем. Действующий глава республики Касым Жамар Такаев заявил, что при Елбасе в стране появились очень богатые люди, но теперь пора подумать и о простом народе. Многие восприняли это как первый шаг к перераспределению собственности, ведь богатейшие люди в Казахстане – это родные Назарбаева и их близкие. Их совокупное состояние превышает 20 миллиардов долларов, отец-основатель его жена. Нурсултан Назарбаев в разных ипостасях управлял Казахстаном с 1984 по 2021 годы. Но за это время, судя по официальным данным, он не стал ни миллиардером, ни даже крупным землевладельцем. Всю свою жизнь он посвятил служению народу, за что благодарные казахстанцы переименовали в его честь столицу, аэропорт, главные улицы своих городов и так далее. По крайней мере, так рассказывали до 2022 года. Теперь же в личных беседах казахстанские политологи признаются, что с переименованиями была, мягко говоря, какая-то ерунда. Особый статус у Елбасы, если он еще живой, нужно отобрать и сделать так, чтобы в будущем никто не мнил себя живым богом. А противники Назарбаева считают, что за время своего господства он мог накопить около 100 миллиардов долларов. А единственные члены семьи, не имеющие полезных активов, это супруга Елбасы Сара Назарбаева, да еще несовершеннолетние внуки. Все прочие успели пооткусывать от народного достояния, кто чуть-чуть, а кто в волю. Дочки-миллиардерши Самой влиятельной женщиной Казахстана считается Дарига Назарбаева. Долгое время она надеялась стать президентом республики, причем со своими мечтами она не захотела расставаться даже после того, как папа сделал президентом Касымжамарта Такаева. Только в 2020 году второму главе государства удалось усмирить дочку Елбасы, убрав ее с поста спикера парламента. Вершиной политической карьеры Дариги стал пост председателя Сената парламента, вторая по значимости должность в стране. До этого она делала свою карьеру в медиабизнесе. В частности, старшая дочь Назарбаева в 1995 году на базе информационной службы казахского ТВ создала телеканал «Хабар». Затем скупила местную радиостанцию «Европа плюс», телекомпании КТК, НТК, популярную газету «Караван» и так далее. В 2013 году состояние Дариги Назарбаевой оценивалось почти в 595 миллионов долларов. Самым богатым членом президентской семьи считается средняя дочь Нурсултана Назарбаева, Динара Кулебаева, по мужу. По данным Forbes, она занимает третье место среди богатейших людей Казахстана. Ее состояние равняется примерно 2,9 миллиарда долларов. За первые шесть дней января она потеряла 248 миллионов долларов. На четвертом месте в рейтинге оказался ее муж, Тимур Кулебаев, состояние которого оценивается также в 2,9 миллиарда долларов. Сегодня Дарига Назарбаева не пришла на заседание Нижней палаты казахского парламента, хотя в ее окружении заявили, что у Дариги коронавирус, ее отсутствие сочли знаковым. Младшая дочь Назарбаева Алия трижды была замужем, причем впервые она вышла замуж за сына первого президента Киргизии Айдара Акаева. Два других мужа были крупными казахстанскими бизнесменами, подозреваемые племянники. На пятом месте в списке Forbes находится казахстанский аналог Илона Маска, Вячеслав Ким, чье состояние оценивается в 3,6 миллиарда долларов. По данным журнала, за первые шесть дней 2022 года он успел потерять 2 миллиарда долларов. Ким владеет инновационным банком Каспи, через который проходит большая часть платежей в стране. Секрет успеха и оглушительного падения одного из богатейших людей в Казахстане заключается в том, что одним из акционеров и сооснователей этого банка был племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды. Как известно, в начале 2022 года Сатыбалды оказался одним из главных подозреваемых в организации массовых беспорядков в Алма-Ате. Многие считают, что он мог натравить на первую столицу Казахстана верных себе боевиков, так как сам является известным религиозным лидером салафитского толка. До этого он успел получить генеральские погоны, работая в Комитете нацбезопасности Казахстана КНБ. В КНБ сделал свою карьеру и родной брат Кайрата Самат Абиш. Он тоже генерал, но не ушел из ведомства даже после начала протестов в Казахстане. Абиш все еще занимает пост зам главы КНБ, хотя его непосредственный начальник Карим Масимов был отправлен в отставку 5 января и сейчас обвиняется в государственные изменения. Самат и Кайрат являются сыновьями младшего брата Назарбаева Сатыбалды. Он погиб в автокатастрофе в 1981 году в возрасте 35 лет. Младший брат. У Елбаса есть еще один младший брат – Балат Назарбаев. Он является членом Совета директоров корпорации «Казахмыс». Это крупнейший в Казахстане производитель медиа. Фирма принадлежит формально богатейшему человеку в Казахстане Владимиру Киму, состояние которого Форбс оценивает в 4,7 миллиарда долларов. Однако оппозиция считает, что своим успехом Ким обязан младшему брату Назарбаева. Среди источников доходов Балата также называют курирование работы крупных базаров Алма-Аты и ее пригородов – продовольственных, вещевых и автомобильных. Кстати, по сообщениям киргизских СМИ, 6 января Балат пересек границу с Киргизией, откуда и вылетел в Дубай. У Балата трое детей. Первой у него родилась дочка Гульмира Абишева, которая сейчас, по данным СМИ, является председателем Межрайонного административного суда Карасайского района Алматинской области. Вторым ребенком вновь оказалась дочка – Кундус Назарбаева, которая сейчас развивает парикмахерский бизнес. Зато в третий раз родился сын Нурбол Назарбаев, которому повезло возглавить Prime Capital Holding, ведущую инвестиционную компанию в Казахстане. Кроме того, он является вице-президентом Федерации национальных видов спорта Республики Казахстан. Внуки лидера нации. У Нурсултана Назарбаева 9 внуков. В 2020 году их было 10, но умер Айсултан Назарбаев, сын Дориги. По официальной версии, смерть наступила по естественным причинам в результате кокаиновой зависимости. Перед кончиной внук Елбасы утверждал, что может говорить с Богом, намекал на то, что он сын Назарбаева, а не внук. А еще много говорил о заговоре, который угрожает Нурсултану Назарбаеву. По признанию Айсултана, к наркотикам он пристрастился после смерти отца Рахата Алиева. До этого он пытался построить карьеру футболиста, хотел играть в Челси, но удалось пробиться только в Портсмут. Старший сын Дориги Назарбаевой Нурали Алиев является совладельцем фирмы Юни Телоком. Это второй по величине сотовый оператор Казахстана. Форбс оценивает его состояние в 195 миллионов долларов. Дочка Дориги Венера Алиева регулярно появляется на благотворительных акциях, которые проводит ее мать. Кроме того, она снялась в эпизодической роли в фильме «Байконуры» и перепела Бритни Спирс на ретро-фестивале «Алма-Ата» «Моя первая любовь». Сын Динары Кулебаевой Алтай с отличием закончил кэс-бизнес в Скул Лондона, о дальнейшей его судьбе неизвестно. У Динары есть еще две дочки, а у Алии Назарбаевой три дочери и сын. Все они несовершеннолетние и в СМИ о них нет информации.